В торжественной обстановке новогоднего приема глава ХИМОК Дмитрий Волошин вручил ключи от новых квартир четырем детям-сиротам. Квартиры приобрели в рамках государственной муниципальной программы «Жилище». Бублещетки, тапки, полотенца, мебель, телевизоры, интернет. Чтобы ребенок зашел и он мог сразу жить. Это делаем мы все вместе. Мы делаем вместе. Это важно. Среди обладателей заветных квадратных метров Мария Александрова. После вручения ключей девушка отправилась смотреть свой уютный уголок. Впервые открывать двери своей собственной квартиры – дело волнительное. Мария с интересом осматривает квартиру. Здесь современный ремонт и все необходимое. Бытовая техника, мебель, постельные и кухонные принадлежности. Как говорится, заходи и живи. Этот принцип озвучил глава ХИМОК Дмитрий Волошин. Главное – обеспечение сирот комфортными квартирами, не требующими вложений. Были очень смешанные эмоции. Я не знала, как реагировать. Здесь очень уютно и мне очень нравится. Рада за Марию, ее тетя и опекун Елена. Говорит, что пока Маша поживет с ней, нужно доучиться в школе. Потом подумают о переезде Марии в эту квартиру. Кухня, сердце дома. Мария осматривает, проверяет работу сантехники. Продумано все до мелочей. Есть плита, холодильник, чайник и даже роутер для пользования интернетом. Заглянули в ванную комнату. Тут тоже все отлично. Отделка в приятных голубых тонах, белоснежная сантехника. Есть даже зубная паста и щетка. В каждой детали чувствуется забота и внимание. Щетки на месте. Полностью обустроить жилье необходимыми вещами и тем самым избавить новоселов от бытовых забот, принцип которым руководствуются в округе. За 8 лет реализации государственной программы «Жилище» на территории Химок собственными квартирами обзавелись более 90 детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году жильем в Химках обеспечили 17 детей-сирот. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.